МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экологический или зеленый туризм все больше в тренде мировой туриндустрии. Особенно в год пандемии это хорошая возможность дистанцироваться, убежать от суеты и уединиться с природой. Как в регионе развиваем эко-направление и куда можно отправиться с семьей уже в эти выходные? Зеленому туризму зеленый свет. Это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков. Добрый день. Директор республиканского заказника Выдрица Алексей Шутов. Здравствуйте. Здравствуйте. Экотурист, заведующий отделом Гомельского областного эколого-биологического центра детей и молодежи, председателя Гомельского регионального отделения Республиканского общественного объединения Ахова-Птушек-Батьковшины Роман Хлебин. Здравствуйте. Добрый день. И организатор сплавов на Байдарках, хозяин агроусадьбы свидания в Лельчицком районе Владимир Коркуть. Спасибо, что приехали. Всем здравствуйте. Как считаете, 2020-е с ограничениями, связанными с пандемией, стал ли хорошим шансом для нашей туриндустрии, в том числе для наших заказников, нацпарка и других объектов туризма? Без сомнения, сложившаяся обстановка послужила толчком к развитию именно нашего местного туризма. Начиная с апреля месяца, мы, скажем так, были немного в ужасе, потому что людей абсолютно не было. Это продолжалось до конца июня. Но в конце июня люди как-то пришли, наверное, в себя после этой всей паники, и они начали к нам ехать. Причем, если мы упор основной делали в этом году, надеялись на то, что будут массовые какие-то мероприятия, туристические слеты, байкерский слет. Как было в предыдущие годы, то в этом году у нас были именно туры выходного дня, семейные туры, небольшие корпоративы, то есть не было такой массовости. Самые максимальные праздники были какие-то профессиональные, собиралось человек 30-40. В основном это 5-10 до 15 человек. Сегодня домики для проживания, насколько знаю, расписаны достаточно вперед, и выходные, практически все комнаты заняты. Это говорит о том, что все-таки спрос увеличился в 2020-м. Да, я новый директор, поэтому, как мне рассказывали сотрудники нашего заказника, такая ситуация впервые. То есть раньше у нас полностью, что ни одного свободного номера, это был раз в год, когда байкерский слет или что-то такое. Сейчас это уже каждые выходные. Владимир, у вас тоже туристов стало больше в 2020-м? Да, да. Я тоже хотел сказать, я, кстати, веду статистику ежегодно. Допустим, за прошлый год у меня было там около 600, но это началось с марта месяца. Как-то вот реже было, меньше. Но в этом году прям бум, вот с июня месяца начался. Ездят и корпоративами, и как, и по 2, и по 3 человека. В общем, бывает у меня на день так расписано, что вот... И это не только жители Гомельской области? Это не только жители Гомельской области. Вот были случаи, даже вот в Гродно приезжали на один день, и потом с ночевкой с утра уезжали. Потом снова приезжали, их же знакомые, и так вот с уст в уста. Я вам так хочу сказать, что кто первый приехал, вот это было 7 лет назад, тот ездит каждый год. То есть поэтому я считаю, что этот год, ну, в этом случае, был очень перспективным. Ну, как бы он еще и не закончился. Есть еще какой-то момент эксклюзивности. То есть Беларусь еще не стала таким вот мейнстримом на туристической карте Европы. И вот тоже, когда люди приезжают, они удивляются, что вроде бы как Европа. И тут совершенно немножко другой уклад жизни, и природа не тронута. Вот этот слоган «Беларусь свыше зашаканное», да? Вы, наверное, тоже его знаете. Действительно, часто именно такие мнения, в том числе и ваши друзья, туристы из соседних государств? Да, они очень многому удивляются. Они удивляются, как-то можно идти через болото, и болото не кончается. То есть они привыкли, что там вот у них вот перевели их через болото в Европе, и все, там дальше дорожка пошла. Они удивляются. Вот мой Новый год, приезжал товарищ, он аргентинец, из Испании живет, он удивился. Мы в Новый год поехали на поезде на Брославские озера, мы были одни в поезде, он за 15 евро мы купили поезд. Он в таком восторге был, он всем друзьям писал. Роман, а вот интересно, как вы стали экотуристом? Почему не подружились с пресловутыми и достаточно популярными во всех странах Турции, Египтом и прочими все включено? Нет, ну Турция, Египт, это, наверное, все-таки скучно. Мне нравится самому выбирать место, куда я еду, самому планировать маршрут, вот, и очень важно для меня, на самом деле, чтобы путешествие это было с какой-то пользой, поэтому с какого-то времени, вот у меня есть неплохой опыт уже поездок именно волонтерства в различных заказниках, заповедниках. То есть это не просто отдых, даже если это отдых не совсем привычный в массовом плане, но это не только отдых? Все равно для меня это отдых, потому что это смена деятельности, деятельности, это какие-то активности, опять же... Чтобы было понятно, чем занимаетесь? Вот вы приехали, получили удовольствие от природы. Проекты были, вот тут как раз на стене было недавно, болото Жада, мы там строили плотины, потому что это болото, которое когда-то осушалось, а сейчас идет обратный, как бы проект по заболачиванию болота, оно часто горит, и чтобы пожары прекратились, мы там строили искусственные плотины из торфа, чтобы снова гидрологический режим на болоте восстановить. Вот там тоже были кадры, это с северного Уралу, мы туда ездили, там есть национальный парк ЮГ-2, у них много экологических маршрутов в таких очень труднодоступных местах, и мы ездили на эти маршруты уже для коммерческих групп, которые следом за нами шли, заготавливать там дрова, готовить домики, то есть подготавливать маршруты. В Полистовском заповеднике в России мы участвовали в экспедиции Российской Академии Наук, то есть там у них были спутниковые снимки, нужно было помочь им выкопать почвенные разрезы на достаточно большой территории за достаточно короткий промежуток времени. С времяпрепровождением с большего понятно. А вот чем в организационных моментах отличается подготовка к отпуску зеленого туриста? В турфирму не пойдешь? Как происходит подготовка? Когда идешь в интернет, есть какие-то тематические группы, где смотришь приглашения, предложения, иногда сам связываешься с администрацией тех заказников, заповедников, в которых было бы интересно побывать, и предлагаешь им какие-то свои услуги, что вот, мне может какая-то помощь нужна. Вот, обычно отзываются, откликаются, обычно... Тогда может получиться что-то вроде бартера, да? Вам ночлег, к примеру, да? А вы полезное дело. Вот, но еще как бы уже по долгу службу, по долгу работы, то, что я работаю с детьми, иногда вот мы проводим каждое лето профильные экологические лагеря, то есть это 15, 20, 30 ребят приезжают к нам именно на смену, поучаствовать в экологических исследованиях на какой-то территории, и мы тоже стараемся, чтобы этот маршрут был интересный, его как-то связать с какими-то интересными местами, с интересными территориями, вот, получается, в этом году вот вирус нас немножко... Приостановили. Ограничил, да, в нашем движении. А в прошлой году как раз-таки в Выдрице мы делали лагерь, у нас была экспедиция, к нам в гости россияне с Калуги приезжали, и мы проводили экологические исследования на территории заказника Выдрица и там в Светлогорском районе. Буквально коротко, в качестве в том числе подсказки для зрителей «Беларусь-4», что по-доброму впечатлило больше всего за вот ваш достаточно значительный стаж экотуриста? Начнем с зарубежья. На самом деле впечатляют расстояния, когда ты едешь три дня куда-то в какой-то город, а потом еще, чтобы попасть там на заповедную территорию, ты еще едешь на каком-то, ну, не знаю, на грузовике еще день целый. И оказывается, ты еще не приехал, ты стоишь на горе, видишь, что там где-то на горизонте тебя ждет избушка, в которой ты будешь там жить, работать в ближайшее время, то есть дальше там еще ты ночуешь. Место за рубежом, которое больше всего удивило. Полярный Урал, наверное. Вот три года назад было и до сих пор под впечатлением от Полярного Урала. Говоря про Гомельскую область, вот что порекомендуете зрителям «Беларусь-4» А, к примеру, в ближайшие выходные куда можно съездить? У нас, на самом деле, в области очень много интересных паршрутов. В ближайшие выходные рекомендую Припять. В этом году Припять – это тренд. Мы делаем много байдарочных походов по этой реке. На самом деле она уникальна, потому что каждый участок Припяти, он своеобразен по-своему. Там можно увидеть много видов птиц, много видов растений, животных, в том числе занесенные в Красную книгу. Сейчас с охотниками птушек Батьковщины, с организацией Бахна мы проводим акцию «Припять дай пять». И как раз там есть задание именно найти место обитания краснокнижных птиц и краснокнижных растений, которые обитают на территории Припяти. Фишка Гомельской области – это Полесский радиационно-экологический заповедник. В котором все больше стало туристических паршрутов, к счастью. Да, сейчас вот такой указ президентский был, и сейчас очень много и белорусского туриста, и местного туриста. Украина, к тебе, слово говоря, на этом достаточно давно уже зарабатывает. Украина зарабатывает на промышленной зоне, и мы зарабатываем именно на том, что у нас сохранилась именно природа в Чернобыльской зоне, в таком нетронутом состоянии. То есть вот этот маршрут. Конечно же, Выдрица, Березина. Там вот новый мемориальный комплекс появился на месте сожженной деревни Алла. И теперь можно сказать, что оформился маршрут такой эколого-патриотический. То есть это Красный берег в Жлобине, это Выдрица, это Смычок-Заказник. Это можно потом поехать в то место, где мемориал, на месте начала операции «Багратион». На прошлой неделе встречались с главным врачом санатория «Серебряные ключи». И когда он приехал непосредственно к нам на экотурбазовую речи, в процессе разговора мы обсуждали различные идеи, различные планы. И очень понравилась его идея о том, что... Он предложил, говорит, послушайте, у Вас все красиво, у Вас есть все возможности, а нашим клиентам в выходные дни скучно. Поэтому они готовы... Ну, это на будущий год в планах стоит. Они готовы приобрести байдарки и осуществлять сплавы непосредственно с подключением по маршруту экотурбазовую речи до непосредственно в них «Серебряных ключей». Кроме того, мы собираемся проводить как экскурсии, так и пешие водные маршруты по нашим экологическим зеленым тропам. Павел Владимирович, часто приходится слышать «Беларусь», «нетронутая природа». А вот действительно, какое количество в первозданном виде территории осталось, к примеру, в Гомельской области? В настоящий момент у нас функционирует 127 особо охраняемых природных территорий. Занимают они довольно значительную площадь, порядка 300 тысяч гектар. Это около 7,5% от общей площади нашей области. Как правило, это и уникальные ландшафты, и уникальные природные экосистемы, биоцинозы, которые остались ненарушенными, с минимальным антропогенным воздействием. И, в принципе, многие из них функционируют уже довольно давно, преобразуются постоянно на этом месте и сохраняется то, что, скажем так, еще наши предки видели. Мы подчеркнем, что доступ для человека не закрыт, но все-таки особо охраняемая природная территория это и особое правило нахождения человека на них. Все верно? Безусловно. Есть определенные ограничения. Они установлены, как статью 24 закона о особых охраняемых территориях, так и положением по каждому из заказников или нацпарка. Ограничения, в принципе, довольно понятные для граждан. Это запрет на размещение палаточных лагерей, одиночных палаток, запрет на разжигание костров, но подчеркну, за исключением мест, где-то разрешено, например, если Выдреца выделила территорию под это, то там можно? К сожалению, Выдреце нет такой возможности и права выделять. Она только продвигает эти идеи в райисполком, а уже местные органы определяют данные места. Но такая площадка у вас тоже есть, да? Да, имеется. Это озеро Велогорское и Кривое. Там у нас находится 6 мест отдыха, которые оборудованы беседками, местами стоянки автотранспорта, мангальной зоной. Выдреца – заказник республиканского значения. Вот к чему это обязывает Вас, Ваших коллег, в том числе посетителей? Ну, начнем с того, что это особо охраняемая природная территория. И наша задача стоит в чем? Это охрана. Не то, что даже контроль, там, патруль. Это тоже профилактика правонарушений. Кроме того, мы занимаемся также и экологической деятельностью. Допустим, такой пример, вот, две недели назад с нашими практикантками с университета Скорины, с геоэкологами, мы обнаружили краснокнижную птицу, которой у нас не была зарегистрирована. Это черный куршун. Было очень интересно. Мы уже сообщили эту информацию для подтверждения, что это действительно черный куршун Велорусской академии наук. Они сказали «да». Ну, дальше будем действовать. Заказники – это все-таки еще и туристические объекты. Какие условия для нахождения на сутки, двое, созданные, к примеру, в вашем заказниках? Ну, у нас экотуристическая база. Она оснащена жилыми комплексами. Причем они очень комфортабельные. С водой, со светом, с кондиционером, со всем вместе. Также имеются беседки, мангалы, освещение, вода. Биллиард, другие услуги мы оказываем. Водные прогулки осуществляем, экскурсии вдоль берега реки Березины. Людям очень нравится. Заказники равно эко-маршруты. Ну, вот, по крайней мере, в понимании большинства. Какие эко-маршруты сегодня пользуются наиболее популярностью? В этом году мы еще, кстати, они в процессе разгработки, но они уже пользуются по приятности. Это два зеленых маршрута. Первый маршрут водно-пеший, называется Волота урочища Тесновля. Этот маршрут ведет к дубу. Дубу ориентировочно 350-400 лет. Места красивые. Замечательно все. Второй маршрут, как вот мой коллега уже упоминал, это зеленый маршрут, он эколого-патриотический. Проводили мы его непосредственно от переправы деревни Сдудич и на мемориал Алла. И проводили на основании топографической карты 1936 года. То есть, где непосредственно шла дорога со Сдудич на Аллу. Потому что именно по этой дороге население шло в эту деревню, пряталось от войны, пыталось прятаться. Насколько я знаю, стоимость размещения вот в таких домиках ночью в районе 15-20 рублей. Как объяснить, что жители Минска чаще приезжают, чем, к примеру, гамельчане? Даже не знаю, как объяснить это, но когда ко мне приехали минчане вот в прошлый раз, они замечательно провели трое суток и сказали, говорит, слушайте, с такими условиями, с такими ценами мы готовы к вам приезжать. Было бы время целый месяц каждые выходные. Говорит, и нам обошлось бы это дешевле, чем один раз съездить куда-то под Минском. Там, где все включено. Павел Владимирович, а вот что касается организации рыбной ловли и охоты, это тоже возможно, либо все-таки под запретом? Фактически по данным видам деятельности запретов нет. Единственное ограничение – это использование маломерных судов в границах водных объектов заказников с моторами не более 15 лошадиных сил мощности. Уверен, что то и дело встречаются нарушения, я так понимаю, по большей части по незнанию. Какие это чаще всего нарушения? Чаще всего нарушения режима соблюдения охраны особо-охранения природных территорий, выразившихся в проезде автотранспорта вне дорог, в разбивании платочных лагерей и захламлении береговой полосы, ну, как правило, береговой полосы отходами. Это наиболее частое. В основном работа, в том числе и экзотственно-предохранных учреждений, ведется на профилактику таких нарушений. И в настоящее время количество протоколов не так высоко по данным нарушениям. В большинстве случаев пытаемся людей образумить, уговорить, и идут на поводу, скажем так, устраняют данное нарушение и уходят от ответственности. Как еще заказники региона развивают туризм и науку? Продолжение темы в коротком репортаже от моих коллег. Внимание на экран. В этом году ученые Национальной Академии Наук в Днепросорский заповедник приехали во второй, но явно не в последний раз. Программа очень насыщенная. Необходимо найти редкие, а если повезет, то и новые виды флоры и фауны. Другое дело, что в разряд новых иной раз могут попасть виды, исчезнувшие по вине человека. В заказниках эта проблема не такая острая, однако на других территориях существует. Создание новых популяций, тех же жуков, которые когда-то были достаточно широко распространены в Беларуси, одна из главных задач научных экспедиций. Во время работы в Днепросорском в природную среду выпускаются большие дубовые усачи. Сегодня на территории страны известны всего три его более-менее значительные популяции. Это первая попытка создания новой популяции большого дубового усача, глобально угрожаемого вида. Попытка создать новую популяцию на территории Беларуси. Потому что основная концентрация этого вида в центральном полесье, вдоль Припяти, в заливных дубравах. Вид очень стонотопный, оседлый, он не может разлетаться и самостоятельно создавать новые какие-то поселения. Большими преградами являются те же крупные реки, да, возможно, и мелкие реки. Поэтому вид очень локален. Экологическое просвещение населения и организация полноценного отдыха. Сегодня эти направления в работе заказников Гомельской области тоже среди приоритетов. Статус особо охраняемых территорий совсем не значит, что попасть сюда невозможно. В заказнике «Смычок», например, для туристов даже разработали пешую и водную экологические тропы. Это действительно не только красиво, но и познавательно. Существующий природоохранный режим вообще поспособствовал не только сохранению, но и расширению экологического разнообразия. На территории заказника 456 видов растений, 21 вид животных. Можно увидеть лося, косулю, бобра, даже рысь у нас водится. Пожалуй, наиболее большая в этом заказнике популяция бакланов – до 3000 птиц. Увидеть их можно на одном из озер. Правда, такое количество создает и свои проблемы. И рыба уничтожается много, и дубы, на которых эти птицы гнездятся, усыхают. Об этом туристам тоже обязательно расскажут. Их в «Смычке» ждут всегда. Даже передвижной дом для этих целей приобрели. Кроме того, в начале сезона привели в порядок туристические тропы. Экологи надеются, белорусы оценят преимущество отдыха на малой родине. Особенно во время, когда попасть на зарубежные курорты не всегда возможно. Это главная тема. Мы продолжаем. Павел Владимирович, дом на колесах. Как вам такая идея коллег? Оправдал ли себя эксперимент, как понимают, 2020 года? Ну, сказать, если честно, это вообще была моя идея, закупить данный дом. Такой практики, по моим сведениям, нет вообще у нас в пределах государственных предохранных учреждений. Действительно, это оправдало себя. С этим домом, где за минимальную стоимость от 10 рублей в сутки с человека... 10 рублей в сутки начали с человека. Вам не нужна ни палатка, скажем так, у вас крыша над головой уже комфортная, белье и так далее, все это обустроено. При этом, сам по себе дом, он вынесен за пределы населенного пункта, довольно значительно на полтора километра. И вокруг тишина, и нет людей, нет света, нет ничего. То есть, кроме озера. Местерасположение дома, его можно менять? Вот хочешь проснуться и увидеть реку, закат и так далее, дом ставят сюда. Хочешь другую местность увидеть, перемещают? Либо все-таки месторасположение стационарное? Ну, на текущий момент его месторасположение в таком уникальном месте. И, в принципе, все то, что вы обозначили, все там есть. Но по желаниям заказчика, с дополнительную плату, конечно, его перевезут и в иное место. Около трех тысяч бакланов только в одном заказнике смычок. Согласитесь, для природы не самый безобидный сосед, ведь так? Действительно, есть определенные негативные от этого последствия. Основное из них – это усыхание дубрав. Но мы вот уже для себя за наш период только наблюдения отметили, что те дубы, на которых ранились бакланы, да, они упали, сгнили. Но за счет вот этой почвы насыщенности питательными веществами подрост вырос. Ну, просто в разы быстрее, чем на соседней территории. И я думаю, что на данном месте лес восстановится очень быстро. К слову говоря, опыт зарубежный подталкивает нас даже из этого выжженного леса сделать туробъект, к примеру, в соседней Литве. По такому пути пошли. Не случайно бакланы выбрали данное место для поселения. Это слияние Березины и Днепра, и сотни стариц и озер, в принципе, изобиливающих рыбой. И в отличие, допустим, от города Гомеля, на этих и озерах, и реке вы не увидите ни одной снулой рыбки. То есть все это подбирается. Если здесь, то надо будет плыть по течению, вызывать определенный контакт на реках. Владимир, подключайтесь к разговору. Вы один из старожилов агроэкотуризма в Гомельской области. Вот как, на ваш взгляд, смогли ли наши усадьбы за те 10 лет, в том числе при достаточно значительных стараниях государства, я и про льготное аккредитование и так далее, найти своего клиента, найти свою нишу? Я вам так скажу, смогли. В первые годы, как государство начало помогать туризму, агротуризму в том числе, первые годы, 12 лет назад, в всяком случае так было, лет 5 была помощь. Была помощь очень хорошая со стороны государства, властей. Это было очень хорошо. Сейчас, на данный момент, это все так заглохло. Посчитали, что мы уже все полностью развились, но это неправда. Нам нужна такая помощь всегда, и тогда будет все больше и больше и туристов, и наших агроусадьб. И все-таки успешные примеры, которые есть в регионе, они говорят о том, что, наверное, не только поддержка государства, но и расторопность, и идеи, и креатив хозяев. Да, конечно, да, и креатив хозяев, потому что всегда ищешь какой-то новый путь. Если уже там вот в охоте немножко у нас пути закрылись, ну так мы вот ищем другие пути. Вот ищем в туризме, в байдарках. Водный туризм. Взяли свою нишу в районе в этом плане, да? Чем удивляете гостей Лельческого района? У нас очень симпатичная, очень экологическая река Уборцы. Можно сказать, самая чистая, на нем, на этой реке нет ни одного производства. У нас в районе есть вот, можно сказать, 4 маршрута, которые вот я подразделяю, на 4 маршрута, которые есть разные. Это можно делать, растянуть эти 4 маршрута на 4 дня. 4 дня с остановками, ночлегами, я так понимаю, на природе? Да, с ночлегами на природе в палатках. Есть 2 ночлега на агроусадьбах, то есть вот есть определенный маршрут, который там 27-30 километров, остановка на агроусадьбе. И дальше точно так же остановка на агроусадьбе. То есть кто хочет в палатке, кто хочет на агроусадьбе. Есть вот такие различия. Ну а обычно, если по первому разу приезжают, то есть маршруты по 12 километров, это буквально на 3 часа, это, я так считаю, маршрут для новичков, для семьи с детьми, для пожилых людей. Эти маршруты, которые вот я предлагаю для первого раза всем, кто приезжает, не зная, куда он едет. Речь идет о турах все-таки семейных, либо в том числе достаточно многочисленных? Ой, даже были по одному человеку, были семейные, многочисленные, даже корпоративы. То есть, ну, у меня, я могу принимать от одного человека до 20 человек. И всем, всем, я же еще раз говорю, гостеприимство уделю всем. Я так понимаю, что многие именно вместе с вами впервые садятся в байдарку. Отсутствие опыта не помеха? Ведь все-таки техника безопасности, опасения, страхи любого новичка. Есть опасения, страхи. Есть люди, которые и плавать не умеют, и вообще на воду боятся. Но чуть-чуть, чуть-чуть маленькой объяснить, как это делать, одеть, естественно, жилет, убедить. И я всегда говорю так, то есть, после инструкции правила на воде, я считаю, два поворота и уже профессионалы. Так оно и есть. Еще одна ниша для развития туризма в регионе – бёрдвотчинг, искусство, видеть птиц. Все верно? Правильно расшифровал. Как считаете, Роман, может ли эта сфера стать источником дохода для наших регионов? Абсолютно может и, возможно, уже и стало. Кое-где уже и работает. Потому что, допустим, у Ахок-Тушек-Батьковщины есть такое коммерческое подразделение «Водно-Болотный центр», которое занимается приглашением иностранных туристов к нам в Беларусь на Бёрдвотчин. И тоже в этом сезоне коронавирус немножко. А так обычно все на лето расписано. Говоря про Гумельскую область, как понимаю, в топе по популярности Туровский луг. Да, у нас Туровский луг, но у нас и помимо Туровского луга, у нас получается Днепр, Сош, Припять – это перекресток своеобразной птичьих миграций. То есть у нас есть птицы, которые летят с востока на запад по долине Припяти, и с юга на север, которые гнездятся в европейской тундре, там дальше на островах. Новая земля, земля Франца и Иосифа, они все летят через нас. И у нас они как раз-таки останавливаются, чтобы отдохнуть во время своего длительного перелета. И поэтому весной тут у нас на самом деле такой птичий клондайк. Вот интересно, а люди приезжают за определенным видом птиц или все-таки как повезет? По-разному. Готворчник такой хобби, вот оно к нам еще только приходит. А на самом деле, да, многие иностранцы конкретно гоняются за количеством видов. Даже такой фильм есть большой год, там где вот описывается вот это соревнование. Гоня как-то в течение года больше видов птиц увидит. Это как фотоохота, чем больше снимков? Да, да. И на самом деле, да, есть некоторые виды, ради которых едут специально, например, в Гомель. У нас в парке живет мухоловка-белошейка, краснокнижная птичка. И чтобы ее сфотографировать, здесь со всей Белоруссией бродвошер едет именно к нам. Феномен Туровского луга в чем заключается? Это просто раскрученный объект, но я ведь знаю, там даже памятник птицы установлен. Да, вот сложилось все как бы и грамотный, может быть, этот менеджмент в сфере туризма. И, возможно, какие-то усилия, невозможно точно, Хоуптушек, которая открыла эту территорию для мирового орнитологического сообщества. И уникальное соседство с интересными историческими достопримечательностями. Ну и на самом деле, да, вот такое место оказалось, где на самом деле можно встретить очень большое количество птиц именно в весенний период, перед весенним. Люди приезжают смотреть за птицами, а от этого выигрывают целые территории. Ведь эти туристы должны где-то остаться на ночлег, 100% где-то будут кушать. Возможно, узнают про туры Владимира, отправятся потом на байдарках, а тут их подхватят в соседнем заказнике. И так это путешествие, чем дольше будет пролегать по территории Гомельской области, тем больше регионы от этого выиграют. Да, по-хорошему для Беларуси это должен быть такой экотуристический кластер, где может приехать турист, получить разнообразный спектр услуг, увидеть разные достопримечательности, оставить какие-то средства здесь. Потому что даже вот опыт подсказывает, самодеятельные походы, даже некоммерческие походы, в среднем все равно каждому участнику обходится порядка 100 рублей. То есть вот мы едем на Припять, участвуем в акции Припять-Д5, там где-то аренда лодок, где-то ночлег, где-то просто даже приобретение продуктов в магазинах по маршруту, похода для того, чтобы потом самим их приготовить. В целом это вот каждый человек, который с нами идет, вот крайне походу эти выходные 21 человек с нами сплавлялся, я сел на Припять, каждый где-то оставил 100 рублей в том или ином виде на этом маршруте денег, и они попали, получается. Остались на этих территориях, да? Остались на территории области, да. Вот все-таки экотуризм, зеленый туризм, это туризм экономичный или далеко не всегда? Далеко, наверное, все-таки не всегда, потому что, да, мы все хотим, может быть, сэкономить, думаем, там, то сами можем, там, снаряжение тоже денег стоит, байдарка стоит денег немаленьких. И все-таки одно дело, если ты дома все-таки путешествуешь, а другое, когда за границей. То есть можно сказать, что он вроде бы как экономичнее, но все равно в целом вот этот мультиплицирующий эффект приводит к тому, что все-таки затраты в любом случае человек несет. Россияне приезжают и берут не то, что по 10 мешков картошки нашей белорусской, потому что у них реально она невкусная. Приготовленной картошкой либо прям сырой? Нет, сырой. Ну, приготовленную пробуют, но берут сырую мешками, просто берут мешками. То же самое мед, я, ну, за сезон, не знаю, ну, банок 20 точно, вот мне заказывают россияне трехлитровых, забирают нашего меда белорусского. Тыквенные семечки, в том числе и это. Семечки, в том числе и это. Грибы и, конечно, национальная кухня. То есть сегодня, благодаря развитию чужого бизнеса, к примеру, вашего, могут заработать и местные жители, не имеющие отношения к, там, бизнесу. Да, и бывает даже зарабатывают очень хорошие деньги на рынке за такую стоимость, не продаж, как туристы покупают. Роман, вы достаточно много объездили. Вот опыт какой страны в развитии и построении модели экотуризма стоило бы взять на вооружение и нашему региону, и Белоруссии в целом, как по-вашему? Ну, на самом деле, мне очень понравилось, как это все организовано в Грузии, хотя они тоже модель, по-моему, немецкую взяли для себя. Вот. Мне очень понравилось там, что, прибыв конкретно в регион Боржоми, там такая стоит будочка, туристко-информационный центр. Вот, зайдя туда, ты знакомишься с человеком, который там работает, он помогает тебе найти проживание, он тебе рисует карту, куда можно сходить, где попробовать национальные блюда, где... В общем, ты приехал, ты у него зарегистрировался, он же тоже тебе скажет, какой ты в этом году белорусский турист по счету и какой ты вообще турист по счету в этом регионе. Даже если это придумано в этот момент. Нет, нет, это не придумано, это у нас в компьютере все зафиксировано. То есть мы там узнали, что нас, белорусов, мы на 14-м месте среди всех стран посещаем, ну, среди всех гостей Грузии, там, выступаем россиянам, там. Ну, не только же, наверное, потому что там есть инфоцентр. Ну, все, и вот этот вот инфоцентр у нас поддерживал полностью за все время, пока мы в этом регионе находились. Пока мы через хребет, через горы не ушли, то мне там позвонил этот Артур, который работает в центре. Причем это не коммерческое, это государственный сотрудник, ему платит Грузия, грузинское государство, за то, что он работает с туристами, которые являются гостями Грузии. С одной стороны, это безобидные советы, но с другой, в том числе, для того, чтобы человек максимально комфортно себя чувствуя оставил, в том числе, деньги в регион. Мы были на телефоне, он каждый вечер интересовался, что было интересно, что неинтересно, куда вы завтра поедете, не хотите ли съездить куда-нибудь, вот будет машина, там можно съездить, там на водопады. То есть так ненавязчивый такой сервис, это было очень удобно. И так бюджетный вид туризма превращается в совершенно неэкономный. Нет, абсолютно бюджетность. Первый вопрос, на какую сумму вы рассчитываете потратить? Чем меньше, тем лучше. Вот есть гостиница, она как бы не работает, но там есть комнаты. За доллар вас пустят, вы можете просто переночевать без света, без воды в этой комнате на кровати. А вот за 5 долларов, вот уже можно пойти пожить в грузинской семье, там в гостях побывать. И вот оно вот, это подкупает. Павел Алексеевич, вот подводя черту, чего не хватает нам в этом большом пути по привлечению туристов, по построению своей уникальной и, надеюсь, успешной модели экотуризма? Действительно, не хватает вот этой единой системы. То есть у нас вот наши ГПУ, они очень малочисленны. Это специалист, директор и бухгалтер. Поэтому директор выполняет все функции. И гида, и водителя, и инфоцентра. И сопровождает вас по тропе, и поможет вам покушать, приготовить и так далее. Конечно, при наличии потенциала, хотелось бы, как вы уже говорили, какой-то кластер, да, чтобы и потоки распределять туристу по целям, что они хотят увидеть, что получить с одной стороны, с другой стороны, и максимальную выгоду извлечь и из этих туристов сами. Прежде всего, наверное, зависит от самих сотрудников заказника. То есть как они видят ситуацию, как они видят будущее. Допустим, мы сейчас, как бы у нас создается вокруг заказника такой круг единомышленников, и постоянно возникают какие-то либо идеи. То есть, как здесь было уже указано, должна быть у каждого своя фишка. Соответственно, к этой фишке мы идем какими-то малобюджетными способами. Где-то что-то мы сами делаем. Среди всех особо охраняемых природных территорий Гомельской области определены наиболее перспективные для развития экологического туризма. Это наш заказник республиканского значения. Выдрица, Смычок и Днепросожский. С помощью, в том числе, областного и местных бюджетов на системной основе ежегодно ведется развитие материально-технической базы. Создаются новые объекты. Вот в настоящее время, например, в Выдрице идет модернизация, даже не модернизация, а создание визит-центра на базе неиспользуемого здания бывшей столовой. Этот объект позволит добавить свою изюминку и привлечь более разнообразными возможностями туристов на свою территорию. Помимо того, что Вы там можете перекусить в уютной обстановке, посмотреть фильм про заказник, то Вас там и проведут инструктаж по экотропам. И всю палитру, весь спектр услуг Вам расскажут именно при наличии визит-центра. И еще важный плюс, говоря про ночлег, мы сегодня уже слышали эти цифры, реальная цифра 2020 года. Ночлег от 10 до 100 рублей, то есть может позволить себе и компания, ориентированная на бюджетный отдых, и на те, кто хотят действительно комфорта. Конечно, тем более наши заказники расположены на территории, скажем так, довольно промышленных центров, как Жлобин, как Светлогорск, как Гомель. И, соответственно, людям надо где-то отдыхать, дышать чистым свежим воздухом и наблюдать природу за те минимальные средства, которые есть у каждого. Планы на отпуск 2020 пандемия перекроила, скорректировала. Почему все-таки именно этот год хорошая возможность открыть для себя регион по-новому? Что посмотреть, где остановиться? Вот в этом плане все хорошо у нас? Все, кто новые приезжают, все говорят, ох, а мы такого отдыха и не видели, а мы и не знали. И вот на следующие выходные обратно хотят приехать, но уже немножко и мест нету, поэтому нужно и посмотреть на этот год, посмотреть статистику и в следующем году... И бронировать следующее. Следующее, да. И нет, ну нужно еще мне как-то подумать, как больше развиваться для того, чтобы было больше у меня возможностей, чтобы больше человек было одновременно. Ну, я уже об этом думаю. Роман, почему мы недооцениваем свой регион в качестве хорошего места для отдыха выходного дня, как минимум? Не, ну я не считаю, что мы недооцениваем. Просто тот, кто постоянно путешествует, для него уже в Гомельской области, в принципе, почти везде побывали, уже хочется куда-то подальше. На самом деле, когда берешь человека, который на самом деле там привык отдыхать в Турции, в Египте, вот берешь за руку, везешь его там в Выдрицу или в Национальный парк Припятский, они местами удивляются. И как так, у нас тоже такое есть там. Если что, вы обещаете помочь в ориентире? На самом деле, заказники, самые лучшие места, это вот было названо Днепросорский, Выдрица, Припятский национальный парк, там природа вот такая вот. И люди там вот такие вот живут. И очень приятно с этими организациями сотрудничать, потому что они всегда идут на встречу в плане, вот я организатором детского туризма являюсь, то есть вот мы находим общий язык и всегда очень, очень получается все отлично. Итак, это были наши выводы, сделайте свои, на этом ставим точку, встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкина 8. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова